Всем привет! Сегодня хочу осветить участие одного из русскоязычных игроков, представителя клана ВМ Iron General на Исаиловском турнире номер 14 по Total War Warhammer. Это вот новый хиш перед вашими глазами. И, как ни странно, хочу первым делом обратиться к Дак Адмиралу. Посмотри, Дарк, нету этого в правилах. Карта из турнира по Вахе ЧР, смотри, вот чего не предусмотрели. Если на этой карте встать теми же зверьми сюда в лес или какими-нибудь орками там, да вообще кем угодно, если вот так вот зашифроваться, особенно если с этой стороны вот, да, играть. Здесь леса-то полно, на той стороне не так уж и много, то, извините, можно. Ну, ИСЛ славен тем, что здесь все не впадло, что по правилам. Вот, Iron General абсолютно, играя за зверей, абсолютно верно действует, исходя вот из этой турнирной традиции этого турнира. Вот, видел я там всякие ситуации были. И максимально использует в свою пользу правила, совершенно верно. Тем более, небольшая история противостоит ему сейчас представитель, предыстория вернее, представитель клана ВУФ. Вот я говорил недавно об этом, что новые кланы создали с ником Блаус. Вот, неоднократно он выбивал Iron General, может неоднократно я ошибаюсь, но раз или раз такое было точно. Когда он выбивал его с турнира, там, или либо на ранних стадиях, либо еще на каких-то там. Вот, и вот второй поединок за сегодня будет Ульда, который как бы тоже не два раза разматывал со слов Iron General его. Но, в этот раз ему, как бы, чуть больше свезло, скажем так. Но, тем не менее, поединок там достаточно такой непредсказуемый. То есть, пусть спойлер в начале, но, как бы, минут предыстория поединков такова, что был настроен по боевому Iron, и молодец. Более того, еще говоря о кубке, об этом ESL, ну, сразу скажу, что Iron General тоже, вот, во-первых, Блаус ему сразу первый попался. Не последний игрок, во-вторых, во втором раунде ему Ульда попался, в третьем ему вообще Ниндзя Хун попался. Что касается Дак Адмирала, второй турнир подряд, ему этот Анджага попадается, который, ну, достаточно сильно, как бы, играет. И, причем, там ситуация была схожая со зверьми. Опять звери там на Бретонию, ну, в общем, аут. Ну, хоть болтать, состав за зверей. Унгоры-налетчики-стрелки, Кегор-1, стадо горов со щитами, стадо горов со щитами, стадо горов-щиты. Три отряда, это у нас то, стадо бести горов, это вот крутые ребята, два их по косарю. Ну, и тылы прикрыты стадом горов-копейщиков в количестве трех. Генерал-малогор-темный предвестник, что у него там. Ну, там все как надо, вызов, это что оно, стадо-не стадо там, по площади урон там. Кровавый бык в количестве двух. Две банки здесь фиолетовые и синие, и здесь фиолетовые и синие. Ну, а фиолетовый, чтобы не сбежал, в принципе, пролечить один раз достаточно. Ну, то, о чем мы говорили, смотрите, два хилерских зелья, то есть надо выбить как минимум порядка 10 тысяч хп-шек от кровавого быка. Ну, это просто аут, конечно. Это вот, что касается его именно. Ну, и Минотавры с тяжелым оружием. Итак, что притащил на этот бой у нас Блаус, играя за Империю. Итак, генерал у нас, это имперский полководец, тоже фиолетовая банка и синяя. Ну, пара обилок там ближнего боя и не пяти родной земли. Светлый маг у нас с огненным взглядом, шемма с фа и с аминтоком. Причем было разрешено тут все заклинания на этом турнире, которые... Причем, да, посмотрите, все три свитка берет ему Блаус. Все заклинания, которые чего-то там левее от какого-то там. Блин, капец, мне написал Дарк там, но я, если честно, забыл. Ну, то есть, уже выдумывают там, не знают, чем заняться. Ну, и пошел на Пригорок, наверное, скорее всего, у нас Блаус. Также обращает на себя внимание два новых юнита. Здесь это вот Тимпельговский Светоковчег. Светоковчег Хиша. У него сеть аминтока, обратите внимание, в наличии. Кроме этого, Королевские Гриффиты. Очень красивый, кстати, отряд. Ну-ка посмотрим, удастся нам его сразу захватить. Нет, не удалось. Ну и бог с ним. Кроме этого, у нас здесь копейщики, копейщики. Три, четыре, пять, шесть копейщиков. Два тяжелых мечника и два пистольера. Ну, то есть, понятно, делается ставка на то, что мы... Ну, понятно, эти как разведчики полетели. Вскрыли они здесь армию. И пошел на Пригорок здесь становиться. Хотя оба считаются атакующими. Ну, в принципе, летая и подсвечивая здесь, можно ковчегом Хиша пулять до УПД. Десять боеприпасов. Тут все нервы вымотает. Воле-неволе пойдешь атаковать. Так, ну, долго идем. Скорее всего, в лесу не стояли минотавры по тяжелым оружием. Просто забыл про них. Ну, он горки дает нифига. Посмотрите, здорово как. Обалдеть. С одного выстрела. Вообще, кроме этого, магическая аура еще в этой колеснице наносит она небольшой там урон окружающим отрядам соперника. Своих килет, по-моему, это магическая аура. Ага, в Тегора был выстрел, но мимо. Еще летит в этот цветоковчег. Хотя, по идее, единичная цель, да, но все равно, посмотрите, третий выстрел, ничего не добилось. Но первым выстрелом неплохо. Четвертый вот выстрел. Ну, опять мимо. Ну, тут уже не надо. Уже раз тебе повезло здесь, все, вот есть прекрасные цели. Они хоть и двигаются, но сюда уже надо уже кидать по пехе. Ну, как бы пятый выстрел и никаких результатов. Шестой пошел выстрел. Тоже все. Нет, уже по мечникам. Ну, здесь правильно. Так, опять заряжается там эта адская пушка. Куда летит выстрел? Ну, таки горов не долетает. Стадо он горов здесь маленько пригрел. Ну, как бы ладно. Еще два выстрела. Ну-ка, ну-ка, удалось просадить. Ну-ка, сейчас глянем. По-моему, чуть просел. Нет, как было 1748, так и есть. Ну, все, здесь перестрелка идет. Ну, извините, пистолеры здесь, конечно, предпочтительнее. Чего уж там говорить. И вот они вдвоем пытаются этот цветок ковчег. Да че он уже... Ну, если только быка, да, может вынести. Вот, наконец-то еще проходит один выстрел. Ну, да, 1200, грубо говоря. И этот стреляет, да, и не попадает. Опять здесь перекрывают свои же отряды. Да, обратите внимание. А, нет, этот летающий у нас светлый маг. Некоторые стали игроки брать на коняшки. Ну, а здесь под Тегора попадает имперский полководец. И под стадо горов. Ага, сеть, сеть, сеть используется. И чтобы выхватить его. Ну, а че его выхватывать имперского? Тут ему надо срочно банки уже прокачивать. Здесь бык уже подбежал. Причем со смертельной резней прожатой. Хиш стреляет. И опять толком ничего. Ну, и хиш ненадежный союзник. Прям вообще ненадежный. Стадо горов стоит. В принципе, да, его сейчас запули сюда под пистольеров. И вернее, здесь под тяжелых мечников. То есть, им атаковать сейчас нельзя. Ну, и не дает атаковать. Да, посмотрите, быком. Ну, Кегор-то стреляет. И стадо горов, самое главное под аминтоком. Стадо унгоров здесь. И да, вот, ловят сеть и посмотрите, выносят быка. Вот здесь-то, да, уже неплохо как бы. Но надо бежать срочно. Срочно бежать надо. Бегом, бегом, бегом. Банки, банки прожимать надо. Угу. Обе банки прожимает своему. О, еще один выстрел проходит. Блин, все-таки можно доконать. Это достаточно такая, как бы, единичная цель. Но она, блин, вообще крупная. Ну, как бы понятно. Испехи здесь ничего толком не было. Ну, накроешь сетью ты сейчас этих стадо бестигоров. Ну, и... Ну, быка одного, да, валяет. Вон, имперский полководец. Сейчас эти ребята зайдут под сеть. Да, да, под сеть они заходят. Ну, тут заводят еще, чтобы они, если что, ближе были. Ну, все равно, бык здесь выстаивает. Ну, и, наконец-то, демигрифы вступают в бой. Сейчас, я думаю, они Минотавром-то, по идее, должны задать так-то по-хорошему. Да, у них борьба с крупными целями. И бронебойность, и доспех. Вон у них аж 125, посмотрите. Ну, хиш вообще уже запуляли в хлам просто. Еще один проходит удар по нему. Имперский полководец вынужден банки свои пропивать, микстуры. Ну, понятно, я не акцентирую внимание на первой линии. Здесь звери просто пришли и зарешали. И своими топорами там всего лишь копейщики были. Как результат, вот, убежали пистольеры. Но они, понятно, вернулись. И они сейчас более чем в боеспособном состоянии находятся. Сейчас они начнут дамажить и нехило. Причем они уже стреляют. Ну, сетью, только сетью останавливает продвижение соперника Блаус. Но, как бы, что у нас? Один и второй быки-то еще живы оба. То есть только сетью приостанавливает продвижение. Оп, копейщики нарисовались. Стадо горов живо еще. Ну, тяжело здесь. Аж быка выносит, не бедолагу. Но он-то уже, по-моему, все схавал, что-то там можно было. Ну, как бы, да, сеть здорово помогает. Здесь бык с минотаврами, с тяжелым оружием, да, добирается до пистольеров. С подсвитком защиты заходят ударные всадники, королевские эти Гриффиты Альдорфа. Но, опять-таки, жив бык. Ну, потому что толпой... Ну, тоже там Дарк, вот, на ЧР по России, да, говорил там разнообразие тактик. Но тактика тут одна. Тут если толпой не навалишься на героя, там, или на полководца, либо на какую-нибудь крупную цель, да, какие-нибудь там, я не знаю, ужасы из клепа, там, терроргейст какой-нибудь еще, там, велик, тираннозавр, кто угодно, там, то ничего у тебя и не получится, поэтому... Тактика куча малы, она в Вахе присутствует. Да, есть какая-то здесь небольшая тактическая составляющая, прорвать там фронт, да, где-то навалиться, чтобы выйти к стрелкам, там. Но все это, конечно, не... Вчера у меня разговор был с Рагнером. Ваха, говорит, это Ваха, а Рим-2, говорит, это стратегия. Тактика, вернее, даже так было сказано. Ну, что тут, возврат к истокам, да, минус 8 дисциплина, вот что еще за заклинание у Малогора предвестника, у этого, кто он? Джага-джага этот, да, Малогор, да, темный предвестник, все верно. Удаки-гор пуляет, мне интересно, а-а-а, по тяжелым мечникам уже переключился. Да, один бык замигал. Ну, мне кажется, тут уже... Как бы элитка вся, по сути, уже сбежала у империи, и... Ну, добьешь ты сейчас, Кегора. Ну, светлый маг, кстати, пуляется, и неплохо пульнул, посмотрите, шикарно, как пульнул-то. Да, вообще шикарно, замечательно, а где там? Света-Ковчег у нас уже все сбежал, все. Да, на пригорочек там поднимался, на пригорок. Ну, здесь не та ситуация, где можно выщипать одним геной всю эту... Да, он будет, конечно же, вырываться, но он без банок, и одному ему здесь не перебить. Если бы был какой-нибудь там, я не знаю, имперский капитан еще, тогда вполне возможно, что всю вот эту оставшуюся армию... Ну, нечего удивляться, с учетом того, что нету убитых Егоры и убитых кровавые быки, можно было бы еще, как бы, просадить. Но, опять-таки, правила по размещению армии в лесу тоже, как бы, в такой ситуации-то, ну, тут суициднуться просто, если сейчас, как бы, выйти, да, на всю эту поверхность. Ну, хотя здесь войска не так уж и много в империи, но, тем не менее. Как бы, а если бы чуть больше, явно не в пользу здесь зверей было бы. Ну, что ж, молодец Айрон, молодец Блаус, несмотря на такое, в общем-то, ну, как сказать, очевидное, да, вначале преимущество зверей. Удачный обстрел к свет ковчега, напомню, стоит больше 2000, там, как бы, не 2350, что-то такое вот. Ну, вот, достойное очень сопротивление. Ну, здесь одного быка вообще почему-то в ноль. Ничего себе, что он так, бедолага-то, сыграл-то. Ну, их функция не только нанесение количественного урона. С этим справились, посмотрите, стадо бестигоров. И посмотрите, как здорово сыграли он горы на летчики. Просто шикарно. Хиш у нас, ну, один выстрел еще в тему, остальные. 1800, 15 нарубил, боже мой. 600 монет пистольеры. 1200, 10 настреляли. 1900 вот эти два. 55, 33. Ну, ребята, они, конечно, имперские тут, ну, здесь, что по статистике говорить, блин, это не Рим-2. Ну, вот такой вот поединок с Блаузом состоялся. Вот, пожалуйста, обратите внимание, новый клан Вуф и Элли, которые созданы именно под Ваху. Так, и снова здесь империя противостоит. И снова зверолюды у нас. Но за зверолюдов Iron General, за империю у нас ульда. Ну, и посмотрим. Посмотрите, совершенно другой состав за империю. То есть вариативность составов настолько... Ну, здесь Iron ничего не меняет. Поэтому, я думаю, его состав как бы... Малогор, два быка на тех же самых банках. Снова он шифруется в лесу. Ну, извините, короче. Стадо Бестигоров. Также один Малогор. Второй Малогор будет призван. Онгоры-копейщики. Все то же самое, что у нас. Стадо Горов-щиты. Стадо Горов-щиты. Стадо Горов-щиты в количестве трех, да. Стадо Бестигоров. Минотавры с тяжелым, да. В данном случае тяжелых мечников. На них он их запускал в предыдущем бою. Ну, Малогор, понятно. Ну, а здесь как бы совсем другая империя нам противостоит. Рыцари Пылающего Солнца. Однозначно очень новый полезный юнит появился в составе империи. Вот он в количестве двух. Они с пиками, конечно, именно противопехотные. Очень здорово они себя проявляют. В том числе и против пик кавалерии. Рыцари империи. Тоже борьба с пехотой. Так, копейщики. Пеха у нас. Так, еще Кава. Еще рыцари империи. Четыре кавалерии. Имперский полководец. С одной банкой даже. С одной банкой, да. Но пара обилок вот там. Значит, янтарный маг. Что это вот за это все? Я ее забываю. Эту обилку, черт, побери. Стручок там какой-то красный. Копейщики два штуки. И вот свободный отряд ополченцев. Посмотрите, новые дешевые стрелки появились. Да, они не так уж и сильно мочат, как вот те пистольеры. Но и дальность у них небольшая. Но для ближнего боя более чем пойдут. Вот пистольеры, посмотрите, урон 17. Но бронебойные у них выстрелы. А дальность сейчас 145. Здесь урон 17. Дальность 90. Блин, но они дешевле. Аж на 75, по-моему, монет, если я не ошибаюсь. Поэтому вот такая вот империя. Здесь же флагеллянты. Причем это простецкие флагеллянты. Это новый отряд. Здесь вот в одну лычку он вкачан. У них доспех 0, но у них мощнейшая дисциплина. Это по сути типа берсов, короче. Товарищи. Ну и тяжелые мечники. Ну и все, по-моему. Больше ничего здесь нет. Так, янтарный маг у нас вызовом. Ну, мантикоры, да, я так понимаю. Ну-ка, подождите. Давайте-ка его притормозим. Посмотрим, что у нас там. Да, мантикора. И что там, наверное, роковое стадо, что-то, по этому. Полетел на разведку. Ну, то есть, обратите внимание, первый бой, да, все-таки полетающие целики горами стрелять-то, я думаю, бессмысленно. Тем более, они не такие крупные. А по свету копчегу, почему бы и нет, черт побери. То есть, десяток камней прилетает, по-любому там один-два попадут и просадят так, что мало не покажется. Да, вот он, он, чардж, вообще нехилый, посмотрите. Блин, рыцарь империи, ай, нет, ломанулись, они чуть-чуть задели, они, конечно же, стадо горов. Но здесь бык и не решается преследовать его туда, в лес, айрон дженерал, да, то есть, решил, что не надо. Ну, здесь летает янтарный маг, я так понимаю, он хочет вызвать мантикору, только ищет удобного момента в бою. Итак, у нас призван второй Кегор, давайте более все-таки подробно этот бой будем рассматривать. Вот это интересно, тем более принципиальный такой соперник. Да, чаржит сейчас у нас рыцарь империи, посмотрите, стадо горов со щитами. Одновременно с левого фланга заходят еще два стада без Кегоров, чаржится. Ну, тут же копейщики, и тут же отходит Кава, мгновенно ее отводит. Что она у нас? Ну, неплохо набила 12 с одного чаржа, а рыцарь империи ноль. Не успели, слишком быстро среагировал. На правом фланге у нас на Быков наваливается имперский полководец, идет в ближний бой янтарный маг. Вот, кстати, то, о чем мы говорили в рамках ЧР, да. Снова следует чаржи уже на унгоров-копейщиков, но это не так уж и принципиально. Им здесь уже флагеллянты зашли. Вот она вызвана Мантикора, сдерживает она, не сдерживает, а бьет Малагора, она предвестника. Дабы он ничего там уже покастить не мог. Тут же унгоры бегут. Кстати, они очень эффективные, ребята. Вот против Кавы унгоры-копейщики вообще замечательно. Быку здесь досталось, но посмотрите, как ловит здесь пистольеров, вообще здорово пригревает. Не знаю, что в лесу все это дело стоит вот там. Так, что у нас? Да, возврат к истокам, вот все забывая эту хрень. Минус 8 дисциплина. Ну, для флагеллянтов это, знаете, что... А, нет, это же на этих... Нет, это на флагеллянтов откинуто. Минус 8 дисциплина, ну и что, 101 дисциплина. Хе-хе-хе-хе. Достаточно бесполезная штука, понижение дисциплины против отрядов, у которых сотка дисциплина. Так, здесь не дали и сыграть этим, кто они, унгорам-налетчикам-стрелкам. И гонит здесь по лесам унгоров-копейщиков и стадо-горов со щитами отряд рыцарей империи. Схлестнулись у нас имперский полководец и малогор. Ставлены имперского полководца, хотя здесь рядом кигор, но тут же и копейщики империи. Мне интересно вообще, чем занят кигор. Кигор у нас занят, он стреляет, кидает по свободному отряду ополченцев. В то же время кровавый бык под зельем стойкости и смертельной резней дорезает пистольеров. Здесь кровавый бык противостоит у нас дикой мантикоре и копейщикам. Не знаю у нас, как тут сложится. Ну, быку может и достаться. Ага. Хотя вряд ли. Здесь же стадо-бестегоров у нас схлестнуло с флагеллянтами, но их уже мало. Со вторым и два отряда флагеллянтов этих здесь еще немало. В принципе, могут зарешать. Бежит стадо-горов со щитами, чаржат его рыцари пылающего солнца. И сейчас они его просто-напросто вынесут. Ну что ж, есть локальные успехи, как у Империи. Да. Хотя почему-то вот убегает имперский полководец. Почему он не стал добивать Малагора? Непонятно. Также есть и локальные успехи, в том числе и у зверей. Пока здесь держится этот товарищ. Ах, ну да. Пытается спасти своего янтарного мага и пистольеров. Ну и здесь минотавры. Надо на них тоже кого-то бросать. Потому что сейчас они этих ополченцев тогда режут. Они тупо не отстанут. Да, бегут копейщики. Очень здоровский контроль демонстрирует Ульда и Орен Дженерал. Посмотрите, все отряды в движении. Хотя, нет, вот эти-то вот стоят здесь. Уже бы пора их, конечно. Но я понимаю, увлечен пылом боя. Кидает уже тут в рыцарей пылающего солнца. Но сейчас рыцари Империи зайдут по Кегору. И неизвестно, чем кончится это для рыцарей Империи. Причем в два отряда заходят. Но. Сомнения у меня, сомнения. Кто у нас там бежит? Да, погнали с рыцарь Империи. Блин, а это может быть и ошибка. Целый большой отряд. Так, роковое стадо у нас снова отки... А возврат к истокам, вернее, откинут у нас на Империю. Ну, им это как слону дробина. Смысла нет. Просто по принципу, что есть и использовать. Может быть чего-нибудь. Ну, а флагелянты на Кегора сейчас зайдут. Не знаю, чем это дело кончится. Умирают быки, умирают Минотавр. Один бык у нас уже умер кровавый. И второго быка сейчас здесь очень удачно пригревает Ульда. Всей толпой наваливается он на него. Всей тактикой Вархаммера наваливается он на эту толпу. Вернее, этой толпой на одного быка. Но что-то бык как-то совсем и не против. Но, мне кажется, вот эти вот товарищи сейчас подкосят и очень сильно. Вот ополченцы, пистолеры. Думаю, они его сейчас отстрелят. Ну что ж, шансы на победу зверей как-то очень такие скудные, скажем так. По крайней мере, выглядит это пока именно так. Разбежалось очень много отрядов. Кегоры в ближнем бою они не очень, хотя тоже могут. Но флагелянты, посмотрите, как здорово зашли. Сейчас умрет Малагор и тогда хана зверям. Но, все-таки, думаю, здесь основное как-то не сыграли быки. По численности-то вроде неплохо, но второго Кегора вот нету. Так-то один Кегор неплохо накидал, с учетом того, что кидал он там в основном в тяжелых мечников, что не помешало им 127 набить. Да, один бык не дал сыграть стрелкам. Но просаживали они быков, поэтому как бы цифры такие маленькие, скажем так. Флагелянты вроде бы немного, но Одинский Гором там боролся, да, стоят они до последнего. То есть они сдерживают, они не дают проломить фронт, по крайней мере. Рыцарь. Вообще Кава как бы вся неплохо сыграла, по большому счету. Все четыре отряда сыграли очень хорошо. Здесь провалилась Пеха. Все-таки именно вот такой состав Попехи против такого состава, наверное, Империи в лесу. Наверное, все-таки не тот, наверное, состав. Хотя все локально было, все как-то сразу разбежалось по углам. И в этих по углам локальных конфликтах как бы сильнее, в локальных стычках, скажем так, сильнее был Империя Ульды была. Итак, Iron General за Империю, за Зеленокожих Ульда. Ну вот посмотрите, в исполнении Iron General мы видим совершенно другую Империю. То есть третья Империя, да, вот мы рассмотрим третий бой, третья Империя. Все усиленно ее берут, то есть где-то она проваливается, а где-то нет. Вот это вот самая дурацкая карта, какую только можно, наверное, придумать в Архамере. Вообще, блин. Вот так встанет кто-нибудь, вот опять-таки по ЧРУ. Встал кто-нибудь вот так вот, и атакующий там, не атакующий, будет пулять каким-нибудь Егором там или пушкой чего-нибудь. Заставит другого атаковать. То есть защитник по факту превратится в атакующего, а атакующий будет защитником. А атаковать, сами понимаете, рашиваю какую-нибудь фракцию каких-нибудь зверей, вот так вот иди про раш, короче, где-нибудь в лесу, в какой-нибудь Бретонии там. Да даже хаосом каким-нибудь попробуй что-нибудь с ними там сделай. Поэтому это я к тому, что понятия вот атакующего и защитника, мне кажется, они не нужны на ЧРУ. Итак, копейщики, копейщики, копейщики. Берет трех копейщиков, вот такие промежуточки делает, которые прикрываются у нас двумя тяжелыми мечниками. Имперский полководец в роли генерала. Аж три банки у них, у него одна банка, это обилка на ближний бой. Три пистольера, причем темпельговский, темпельговский, ковчег хиша, с этим самим током, рыцари пылающего солнца и рыцари пылающего солнца. Так, что еще, что еще, все, больше ничего мы не видим. Статуя, видим статую. Так, гоблинские волчьи наездники есть в лесу, но это скорее всего как разведчики, я думаю. Хотя зачем им обилка, да, она разведчиком, бог его знает, с пульей виднее. Еще один гоблинский волчьи наездник, наверное, ждал он где-то здесь, аэронженер, но ошибся. Четкие пацаны орков на вепрях, два на правом фланге, два на левом фланге. Пеха, четкие пацаны орков, черные орки через один стоят, четкие пацаны и черные орки, и еще одни четкие пацаны. Гоблины лучники, вожак гоблинов с одной синей банкой обрезанный по полной. Я так понимаю, он даже, кроме этого, орочий шаман взят у нас. Да, нет, на коняшке скачет, бедолага. Еще один вожак гоблинов. Тоже на коняшке, да? Да, тоже на коняшке скачет. Орочий шаман на чем там передвигается? Подвигается пешкодрапом. Да, сам по себе ковыляет. Так, ну и кто генерал? Большой вожак орков с одной синей банкой, с вакхом, да, и с непядей родной земли. Ну да, карающего блеска нету, в принципе, имперскому полководцу разобраться с этими товарищами не составит никакого труда. Ну, проседать по хп, все равно, даже чуть-чуть, из-за каких-то гоблинских этих-этих. Ну, не знаю, в принципе, зато минус отряд. Хотя они вернутся под люки, конечно. Посмотрите, вот вторая полоска, это мораль. Смотрите, смотрите, бац-бац-бац, махом. Просела. Давайте ускоряться, потому что бои длительные, упорные. Так, ковчег, ну-ка, вот ради интереса, просто из воды сейчас. Бабахни. Хо-хо-хо-хо, шикарно, вообще, прекрасный выстрел. Ха-ха-ха-ха. Робин Гуд, Йокс ЛМН. Две пятьсот было. Так, что там у него, сколько выбило? Двадцать пять процентов чистоганом. Хлоп, второй, бац! О, вообще, практически прямое попадание. И не дает он ему использовать даже банку. Решил не использовать тульда после первого выстрела. Двадцать пять процентов всего лишь выхлестнул. Решил он сберечь это зелье стойкости. И восстановление здоровья. А сейчас он мигает, и он не может его использовать. И сейчас пригреет имперский полководец этого большого вожака орка в сто процентов, короче. Все, хана ему. Не успеет Кава в горку подняться. Не успеет. А этому в горку тяжелее бежать. Нет, ну сейчас что-то на него будет откинуто там. А, нет, что, 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 что? Что это такое вообще? Подождите, что там, орочий шаман. Что у него там? Взгляд морка, да, это скорее всего был. Ну тут нужен-то один удар. Ну два удара. Нет, не дает. Боится. Кава здесь. Ну, все равно надо преследовать. Надо рядом летать. Ну вот в это время пока отвлекается вот Айрон Дженерал-то на генерала. Да, посмотрите, Ульда как здорово делает. Блин, какой шикарный момент. Посмотрите, он Каву водит вокруг своего большого вожака, чтобы тот очухался и заглотил это зелье. Блин, ну это капец, конечно. Да, микровахи приобретает вообще просто неоправданно феноменальное значение, скажем так. О, у него и мораль. Мораль, посмотрите, уже потихонечку восстанавливается. Да, 24, нет. Этот ближе подлетает, у него падает. 32 было, 24. Снова. Что там у нас? 30, да. Видите что? То есть надо, надо постоянно контролить. Ну в этой ситуации, когда оба заняты вот одним делом, кому-то из игроков нужно сюда вперед лезть, и это просто, конечно, убийство наверх. В принципе, тогда мог бы ударить здесь и Айрон, но он действует осторожно. Ну да, герой принципиален для... Опа, не успевает, не успел банку схавать, не успел. Капец, не успел. Все, вражеский лорд мертв. Вот, короче, все, лежит он куском чего-то там. Ну тут здорово, на пистольеров гоблинские волчи наездники заходят просто шикарно. Тащил, тащил их по левому флангу и дотащил все-таки. А, ну тут сети, все, мгновенный расстрел. Так, хиш остался. О, еще один выстрел. Хиша был по уручешему шаману, что ли? Обалдеть, шикарно. Я так понимаю, здесь имперскому полководцу досталось. Пардон, просмотрел, кинулся сразу там, что-то смотреть. Ага, по вожаку гоблинов стреляет. Ну, здесь хиш однозначно сыграл уже даже на данный момент, скажем так. Ну, видите, опять-таки, вот что значит понятие атакующий там и защищающийся. То есть выстрел с хиша, это атака. Блин, обстрел артой не считается атакой. Вот как нужно писать в правилах. А это, вот это вот. То есть сейчас я не в претензии там за умаление каких-то там заслуг, скажем так. Вот. Просто с точки зрения правил, оркам сейчас что стоять. Ну и хиш будет пулять до упады, пока все 10 не растратят зарядов. Ну, то есть все, оркам тут уже все. Ты вверх атакуешь, а это просто хамна, короче. То есть это нужно вообще, по идее, было вот так вот обходить. По более пологой этой стороне пытаться чего-то куда-то завести. А тут, посмотрите, вообще пистольеры просто безнаказанно отрабатывают. Вообще прям отрабатывают. Да, кава какая-то вот здесь заходит наверха. Пытаются здесь гоблины, лучники что-то отстрелить. Но, как бы, с трудом все это получается. Понятно, пеха сильнее, конечно, у орков. Сейчас они будут здесь проламывать все это дело. Но, хорошо еще хоть генер, как бы, потерян, да? Иначе бы совсем тяжело было бы. А где у нас, а где у нас... Ну, во-первых, кава жива, да, рыцарь Пылающего Солнца еще жива. Во-вторых, стрелки отрабатывают и отрабатывают. Вообще нехило отбежали на низкой морали. И отстреливают там ковчег хиша. Куда вот он там рванул? Ну, он в ближнем может, но и не может. Да, полетел у нас имперский полководец. Но нельзя хиш стрелять-то вот так вот нельзя. Конечно же. Как был за выстрел непонятно. У вожака гоблинов, наверное. Вообще пропал. Все, и сдох. А, карта кончилась. Все, до края карты догнал. Так, четкие пацаны. Снова на пистольеров заходят. Но пистольеры-то стойкие, ребята. Даже для кавы, скажем так. Ну, и тем не менее, посмотрите. Несмотря ни на что. Блин, зеленокожие-то. В натуре орки. Действительно нарубили. Даже вверх по горе. Но все-таки летающий. Хоть уже на издыхании, бедолага, добивает он здесь четких пацанов на вепрях. Стрелки вот остались. Но я думаю, хиш сейчас стрелков будет зарешивать. Нет? Ну-ка посмотрим. Ну, тут уже ТВ-шная такая борьба. Да, с учетом вот этих вот крупных товарищей. Ну, а этот, по-моему, сам себя просадил он ковчегом. Понятно, без мага тяжело здесь. Ну, хиш, посмотрите. Все-таки хиш, да. Что он у нас? Ну, все, разбежались орки. Не успели мы. Все-таки хиш очень здорово помог. Нам здорово помогли пистольеры, конечно же. Посмотрите, по 50. Не чьи-то, ну, не сказать, чтобы послевались. Ну, по большому счету, да. Здорово, как здесь пеха нарубила. Не сыграли вообще вот эти вот товарищи. Практически они не сыграли. Эти вообще тоже по нолям здорово сыграли. Четкие пацаны, вот три отряда. Черные орки тоже сыграли хорошо. Неплохо гоблины и лучники сыграли. Но здесь в целом для такого билда, посмотрите, всего лишь один имперский полководец. Все остальное в пеху вообще, в бухано и в ковчег. Ковчег сыграл, сыграла империя. Все, не сыграл ковчег, до свидания. 1-1 на этот момент счет. Итак, за Бретонию. Причем за Бретонию не за спамленную. Играет Iron General. Ох, за вампиров идет. Уй, да, обалдеть. Бретония, вампиры. И берет кучу кавы, которая, блин, она... Не сыграет она против Бретонии. Такая кава. Ни к чему это совершенно. Это не та кавалерия. Которая сыграет против Бретонии. Скажем, так, конечно, посмотрим. Она, может, что-нибудь там набьет. Но она не зарешает. Полченцы с копьями щиты. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Крестьянина с луком. Баба в качестве фрейлины. Что там у нее взято? Все на ближний бой, короче. Перезарядка способностей. Там, да, ближний бой. 4 арбалетчика. Рыцарь Играаля. Абсолютно правильный выбор. 2 рыцаря Играаля за Бретонию. Маст хэв. Ну, и здесь у нас... А, Леанкур взят. Поэтому, как бы, без, там, героев, да? Хотя, может, опять там какие-нибудь дебильные правила, которые фиг там прочухаешь-то их. Так, рыцари на пегасах. Ну, все, обилки ближнего боя. Все как надо. Здесь у нас лютая стая. Это лютые волки. Ну, они по, все-таки, атакам в ближнем бою и так далее. Я уже говорил об этом неоднократно. Эти скрыты, то есть, 2 отряда. То есть, ну, вот эти отряды, они больше по этим. Так, разбойники Верика, черные рыцари, пики и броня. Ударные у нас это всадники. Ну, и что там? Спорость, дисциплина, регенерация, борьба с пехотой. Регенерация основная. Это, ну, не знаю, черные рыцари, пики и броня. То есть, делается ставка на... Вот, рыцари крови, единственный отряд здесь я могу одобрить. Вот этих, не знаю, не уверен я в них. Упыри из склепа. Стражи могилы, раз, стражи могилы, два. Два стража могилы, один по центру страж могил с тяжелым оружием. В роли генерала у нас Влад фон Карштайн, новый этот товарищ. Курганные духи в одну лычку вкачанные. Да? Да, в одну лычку. И Влад фон Карштайн, это... Что он у нас там... Что-то он призывает же. То ли этих курганных... Ой, нет, не курганных, а этих... Ну, вот этих вот товарищей, стражей могилы. По-моему, он их призывает, стражей могилы. Но я не вижу этого заклинания в арсенале сейчас Влада фон Карштайн. Не, ну а что, империя стоит, хотя здесь выйдите бы на пригорочек пострелять. Ну, не знаю. Ну, вот опять-таки, атакует же. Атакует. Вот вам и правило. Ну, посмотрим. Да, да, надо выходить вот сюда. Вот он, на пригорок вышел. И давай отсюда упасить уже лукарями. Прям по стражам могил. Каких-то алибард вообще вперед еще выдвинуть там, может быть... Да, даже не надо. Эти копья, они... Вернее, пики эти... Они, эти копья, я так думаю, не шибко-то они их и сломают. Под обстрелом, мне кажется, посливается эта кава. Шорт, давай бабушки. Здесь вот стоит отряд до поры до времени. Этот уже спалили. Так, ну и что у нас рыцари на Пегасах? Ноль, Леанкур ноль. Пока так себе на разведку полетал. Ну, не знаю, такой состав завампов именно вот против Бретони. Ну, уж тогда бы хаос брал. При шести одинаковых-то, боже мой. Бери ты этих рыцарей хаоса там и... На вылет просто-напросто вообще пробиваешь. Шесть штук взял, короче, и начисто. В хлам просто вообще. Ну вот опять-таки, вот они сейчас пошли. А куда они пошли? Чтобы этим ядовитым всяким собачкам с огромной скоростью, которые зайти, им нужно хотя бы переднюю линию здесь сломать. А тут у нас, по сути, коробка у нас здесь. Здесь только что копья, они вот так стоят. И все. Стражи могил заходят на ополченцев. Но опять-таки, даже если зайди сейчас, вот тут-тут алибарды. А нет, вот-вот-вот-вот-вот, вторая линия обороны идет ополчение, да? Что у нас обилки ближнего, да? Что еще? Что еще откинуто? Нехик откидывается здесь на черных рыцарей. А что не черные рыцари? О-о-о, какая-то бяка такая откинута прям на нежить. Да, вот теперь, да, посмотрите, дождался момента Ульда. О-о-о, ну шикарный момент. Мне нравятся такие вот мелкие штуки. Ну, а рыцари играли. Вообще, с левого фланга Бретонии, посмотрите, тут разносят. Ну, эти-то они вернутся, понятно, лютостая. А рыцари крови вообще столкнулись они тут с ополченцами, с этими вископиями, щитами. И ничего не поделать с ними не могут. Не могут. Не та эта кава. Эта кава здесь не решает. Она решает только против гномов. Ну, и там, я не знаю, против каких-нибудь там еще отрядов, например. Сейчас даже лень думать, о каких еще. Вот это вот улучшенное проклятие полуночного ветра всегда берут за бабу. Если видите бабу, имейте в виду. Минус 15 доспех, минус 34 атака в ближнем бою. Вот ради интереса. Давайте посмотрим, те же алибордисты. У них атака... Что, кончилось уже действие? А, нет, наоборот, мы же должны... Курганные духи, ноль атака в ближнем бою. Стражи могил, ноль. То есть они вообще не наносят никакого урона сейчас. Они просто мальчики для битья. Их просто лупят. И вот то, на что у них там доспех и другие сопротивляющиеся штуки, как бы рассчитанные, они их держат. А так... Так, по рыцарям Гралев и на рыцарей на Пегасах в тыл заходят разбойники Верека. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ой, сливаются, сливаются. Черный рыцарь Пики и Броня еще что-то там держатся. Пытается, пытается в окружении бьются рыцари Грааля. Блин, ну это не те, ребята. Стрелки отрабатывают. Причем вообще, посмотрите, 3 в 1 в эту кучу. Просто-напросто они их сейчас тут расшибут в клочья. Да, жив еще Влад Карштайн, но... Сейчас он вступает в ближний бой и начнет он хилить сам и хилить всех вокруг себя. Посмотрите, сам хилится, да. Ну-ка, ну-ка, леди, леди, баба сейчас даст, выводят рыцарей Грааля здесь. Да, еще одно проклятие полуночного. Ну, то есть они просто не убивают, в принципе. Как можно убивать с показателем ближнего боя 0? Тут хоть заоткидывайся, Нехика. Если они у тебя 0 выбивают, ничего это не значит. Да, вроде бы проломили с правого фланга вампы. Ну, все это мнимое. Империя Бретония бежит и возвращается. Два лукаря как стреляли, так и стреляют. Сейчас третий вот начнет стрелять. Собаки, собаки уже в распаде. Да, ну Нехик, конечно, сыграл свою роль. Это черные эти рыцари, и курганные духи целы. Ну, а рыцари Грааля заходят. Что там? Еще проклятие полуночного ветра. Ну, обалдеть. Это, по сути, ребят, как сеть Аминтока. Что, те под сетью двигаться не могут? Я, кстати, не знаю, под сетью Аминтока они отбиваются или нет. Такое ощущение, что нет. Ну, и посмотрите, Леон Кур не охотится даже за генералом этих вампиров. То есть, в принципе, и так комфортно. И вот посмотрите, вот эта ирония, когда разбегаются отряды, эти камбэки. То есть, по сути, в окружении вампиры оказываются. Ну, что ж, две очень тяжелых победы Айрон Дженерала над Ульдой. Молодец, Айрон Дженерал. Прям порадовал. Вот такими боями прям порадовал. То есть, видно здесь и контроль тут у человека, у одного и второго игрока. И продуманный состав. Вот за Бретонию, по крайней мере, за вампиров. Я абсолютно не согласен с таким составом. Вот небольшой просчет. Ну, вернее, как просчет в составе позволил Айрон Дженеру реализовать все свое знание и понимание Вахи. Очень здорово он угадал именно вот с этим составом. То есть, шесть тех просто мясом. Три Алибордиста, три всего лишь Стрелка, два Грааля. Один, посмотрите, вообще шикарно нарубил. Стрелки не сказать, что бы уж там совсем, но даже Баба успела где-то чего-то там нарубить. Ну, а здесь что? Ага, тяжелые сыграли. Эти тоже сыграли. Курганные 850 монет не сыграли. Ну, и Кава, посмотрите, вся по нолям. Блин, ну я оказался прав кое-то веги, что эта Кава не сыграла. Эти по 25, ладно. Но то, что вот эти вот три стоимости просто астрономической не сыграли, это, конечно же, огромная потеря для вампиров. Совершенно неправильный состав за вампу. Спасибо за внимание. Всем пока.